Дорогие друзья, представляю вам бойца в синем углу клетки, ему 23 года, рост 175 см, вес 66,2 кг, его стиль боевое самбо, его профессиональный рекорд 7 побед и 2 поражения представляет бойцовский клуб Азербайджан Файт Клуб из Баку. В угар Малицзаде. Его соперник в красном углу, ему 26 лет, рост 176 см, вес 66,5 кг, его стиль боевая борьба, профессиональный рекорд, 6 побед и 2 поражения. Представляющий клуб Беку из Чеченской Республики, Россия, Магомед Хамзаев. И вот оно, главное событие вечера. Магомед Хамзаев против вугара Мамедзаде. Бойцы очень хорошего уровня, действительно достойные, чтобы выйти сегодня в главном событии вечера. Международный бой, Россия против Азербайджана в главном бою. Ну, мы видели уже сегодня несколько бойцов из Азербайджана и видели, что все они очень хорошо подготовлены, очень конкурентоспособны. Чего только стоит Сабухи Гулиев, который противостоял Сайфуле Джабраилову. Действительно, боец характера, настоящий воин. Достойно сражавшийся все три раунда с нашим бойцом. Хорошее чувство дистанции у Хамзаева. Его огромнейший любительский опыт сказывается в его профессиональных боях. Также могу сказать, что это новая весовая категория для Хамзаева. До этого он бился в легкой весовой. Теперь бьется в полулегкой весовой категории. Согнал еще 4 килограмма, получается. Да, в этом бою он гонял около 14 килограмм в общей сложности. Пытается перевести в тейкдаун. Тяжелый клинч получается. Очень тяжело на первых порах клинчеваться с соперником, когда еще тело недостаточно возогрето. Мы видим, что Альберт Дураев секундирует, Магомеда Хамзаева. Дает довольно-таки хорошие советы. Причем делает он это по периметру всего восьмиугольника. Передвигается до угла в другой. Подсказываешь, что этот блокер прошла бы у него? Да, это, наверное, именно эти наработки они отрабатывали в зале с Хамзаевым. У Хамзаева очень хорошая ударная техника, что он в предыдущем бою нам показывал. Кстати, тоже в Сочи, если не ошибаюсь. Да, это был в Сочи с Георгием Стояновым. Как раз с моим следующим соперником. Хамзаев очень играючи разыграл. Справился с ним. Надеюсь, у меня получится точно так же. Мы тоже будем на это надеяться и пожелаем, конечно, тебе успехов в настоящем поединке. У Магомеда очень важно было тогда поддержать победу после двух неудачных поединков подряд. Один из которых состоялся в рамках М1, а затем на ACB в Польше. ACB 13 в Польше. Да, это были очень досадные поражения для Хамзаева. Свой бой с Махно он практически выигрывал все три раунда и пропустил очень обидный удар в печень. Бой в Польше был по-настоящему удивлением для нас всех. Переводит фартер Хамзаев своего соперника, зарабатывает первое очко. Очень легко двигается Хамзаев на ногах. Видно, как разозлился азербайджанский боец Мамедзады. Ну, спортивный злость, естественно, должна присутствовать. Да, главное, чтобы он не забывал, какой у него план на бой в связи с этой злостью. Активно работает Хамзаев на протяжении всего раунда. Ищет, ищет дистанцию для удара. Передней рукой нащупывает он. Пытается найти слабые места соперника. Ох, отлично. Пытается клинчеваться сопернику Хамзаеву в угарном Медзаде. Еще одно очко зарабатывает свою копылку Хамзаеву. Пока этот раунд за ним, если ничего не изменится. Ничего существенного не принимает момент ЗД в партере. Не пытается подняться. Продолжается поединок, да, в партере. И преимущество на стороне нашего бойца. Завершающие последние секунды на этой пятиминутке. И она остается именно за Магомедом Хамзаевым. Да, я тоже так думаю, что Хамзаев забрал этот бой. Мы видим, что у Хамзаева в углу и бойцы клуба «Ахмад», и бойцы клуба «Беркут». Что, наверное, особенно приятно, это к тому, что это относится к тем некоторым людям, которые раздувают разговоры в интернете, что есть какая-то нездоровая конкуренция между двумя клубами. Вот, видим, бойцы друг друга поддерживают, друг за другом болеют. И в этом сэшн две братские команды. Вот, Ислам Датсаев, тренер, а вице-президент Ахмада подсказывает Магомеду Хамзаеву. Конечно, мы часто тренируемся друг у друга в залах. Мы давно знакомы со всеми этими ребятами. Клуба «Ахмад» – это очень хорошие и приветливые бойцы, очень целеустремленные. Ну и болельщики не должны разделять на клубы. Каждый спортсмен представляет в первую очередь свою республику, свой народ. Конечно, на международном бою Хамзаев представляет Российскую Федерацию, так же, как и воспитанники клуба «Ахмад» в своих боях. И клуб, тем более находящийся на одной республике, они не имеют никакой разницы. Что же на второй раунд? И давайте вернемся в восьмиугольник, где Магомед Хамзаев постарается упрочить свое преимущество до быта им в первой пятиминутке. Несмотря на то, что первый раунд Хамзаев выиграл, он работает первым номером, прессингует своего соперника. Я думаю, Мамедзаде нужно было бы чуть больше двигаться на ногах все-таки против такого активного бойца, как Хамзаев. Стоять, слишком долго застаиваться на ногах – это не лучшая идея. Все время прессингует Хамзаев, ищет ключи к своему сопернику. Очень оприметчиво бросается Мамедзаде, что приносит, конечно, некоторые неудобства Хамзаева. Сам переводит себя в партер Мамедзаде. Не думаю, что это была хорошая идея для него. Теперь нужно постараться нашему атлету, вы, взять из этого дивидендов. Хамзаев очень хорошо работает в данной ситуации, следит за своими конечностями, чтобы, не дай бог, не сделали бойливой прием. Целая команда находится в углу Хамзаева. И что самое главное, подсказывает только один. Подсказывает только Альберт Дураев. Другие не отвлекают. Это, если честно, очень сильно помогает бойцу, когда ты слышишь и слышишь много разных голосов. Ты не понимаешь, к кому прислушиваться. И ты не понимаешь голоса. Голоса – это из зала или голоса – это из твоего угла. Поэтому, когда подсказывает один человек, это очень грамотно. Но бывает очень тяжело хранить спокойствие, когда ты секундируешь своих одноклубников, своих близких. Есть возможность у Магомеда сейчас провести добивание. Но захватывал Мамедзаде ногу нашего бойца. Поэтому тут же приходил, уже пришлось заняться обороной. Очень удобной позицией находится Хамзаев. Сейчас full mount. Это довольно-таки хорошая позиция именно в ММА. Не дает ничего предпринять Маханзая Мамедзаде в этом бою, ни в первом, ни во втором раунде. Очень активно работает как в стойке, так и в фартере. Не пытается форсировать события, что самое главное. Спокойно, спокойно контроль осуществляет. Работает в фартере наш атлет. И понимает, что есть у него преимущества. Я думаю, в новой весовой категории Хамзаев задержится. Он очень хорошо себя чувствует. Как физически, так и функционально Хамзаев. 40 секунд подсказывают угловые. Осталось до конца раунда второго. Прогноз раунда никак не меняется. Подбодривающие слова мы слышим в адрес Магомеда. Подходит к концу вторая пятиминутка, которая завершается в атаке. И завершается с преимуществом Магомеда Хамзаева. И нас ждет завершающий отрезок боя. Финальный третий раунд. Приблизительно тот же сценарий, как и в предыдущем бою показал нам Генназов. Слунга. Такое же развитие событий мы можем наблюдать и в этом поединке. Довольно неплохо выглядит Хамзаев. Несмотря что провел активные два раунда. Слушает своих секундантов. Итак, ждем возобновления боя. Последний рывок. Последний рывок для обоих бойцов. И последний раунд в сегодняшнем турнире. Да, в сегодняшнем турнире. Последний рывок для нас комментаторов тоже. Заряжен Хамзаев на третий раунд. Не дождется его начало. Рвется в бой. Это хорошо. Третий раунд. Приятно наблюдать, когда функциональная подготовка соперников, бойцов на уровне. Они показывают очень интересный бой. И меньше переживаешь именно когда за своих. Да, видно, что, кстати, все бойцы, и соперники, и наши бойцы, они очень хорошо физически подготовлены. Это очень важно. И в плане зрелища тоже. Все-таки, когда один функционально серьезно выступает другому, уже поединок получается неравный. Неплохую серию проводит Маминзаде сейчас. Вот так вот нельзя опускать голову. Менчевый кидается Хамзаев слишком. Пытается перевести бой в партер. Я думаю, что он почувствовал. Хамзаев почувствовал, что в партере он намного превосходит своего соперника. Вот так вот откровенно идти нельзя, и тем более бить боковой удар, так низко опуская голову, это очень опасно. Да, это чревато, конечно, очень плохими последствиями. И я думаю, что еще одну такую ошибку Хамзаеву просто могут не прости. Мы будем надеяться, что ее Магомед не запустит. Хамзаев высоко держит руки. И чувствует дистанции, несмотря на усталость. Чувствуется, что это тейкдаун, а уходит от него. Силы уже не те у Хамзаева. И переводит партер на Мидзаде. Пытается, пытается выбраться Хамзаева. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Нельзя от этого позволять сейчас. Тяжелый удар пропускает Хамзаев, ему нужно двигаться. Включился, включился Мамидзаде. Почувствовал, что есть преимущество у него и возможность завершить этот поединок. Именно два первых раунда он проиграл. И только за счет подобных действий у него были шансы одержать победу в этом бою. Поистине настоящий дух воина показывает нам Хамзаев. Просто стоит весь зал. Очень напряженная атмосфера в зале. Тяжело подбирать даже слова о подобной ситуации. Видно, что все-таки Хамзаев начал так активно, пропустил, наверное, какой-то удар в корпус. Или какая-то травма у Хамзаева, что он так явно отдает позиции. Забираю все предыдущие два раунда так уверенно. Молодец, молодец. Магоняк все-таки переводит соперника. И теперь нужно по футации забрать этот раун. Несколько еще атак. Отлично. Несколько ударов. Давай, давай. Нужно бить по... Вознаграждается терпение Хамзаева. Вознаграждается его воля к победе. Удар в затылок наносит Хамзаев сейчас. Я думаю, что Хамзаеву не стоит порсировать события. Нужно... Контроль, да. Вести контроль. Нужно восстанавливаться. Серьезные удары пропустил Хамзаев в этом бою. В этом раунде. Отличный бой. Отличный бой показывает нам Хамзаева и Мамедзадея. Достойный поединок, чтобы называться главным событием вечера. Настоящий ажиотаж царит вокруг клетки. Организатор не успевает отодвигать посторонних людей от воспеугольника. И опасно может быть. 30 секунд осталось до конца раунда. Нужно терпеть. Нужно терпеть. Я думаю, что нет клинча до конца. Нужно терпеть Магомеду. 30 секунд осталось до конца раунда. Бить, бить, обозначать свою активность нужно Магомеду. Всего несколько секунд. Еще. Все. Выдержал. Поздравляем, поздравляем Хамзаева с победой. Дол передержал, передержал момент ЗД. Передержал момент ЗД некрасиво ведет себя гость турнира. Хамзаева мы можем поздравить только с победой. Тяжелее еще поединок для обоих бойцов. И действительно, после того, как поединок был остановлен, уже передержал. Это, конечно же, это была ошибка рефери, который находился в суде. Он должен быть намного внимательнее. Допускать такие ошибки, это чревато здоровьем Хамзаева. Все-таки никакая победа не стоит таких. Сейчас нам как раз подошел человек, который находился рядом с судьями. И объяснил, что судья не услышал гол. Что это его вина, что он вовремя не остановил этот бой. Поздравляем Хамзаева с такой красивой победой. Не перестают спорить. Секунданты Мамедзаде с рефери пытаются хоть как-то вырвать победу. Думаю, в этой ситуации им лучше не спорить. Отличный бой нам показали Хамзаев и Хамедзадеев. Недоумение, все болельщики, почему спорят азербайджанские спортсмены. Ну что ж, ждем вердикта. Браво! 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 Единым разным решением судей победа он побежал боец Красного Украина Мамедзадеев! Наши поздравления заслужено, Магомед поддерживает эту победу. Красивая победа! Мамедзаде! Азербайджан!